Здравствуйте! Меня зовут Оксана. Я вам скажу, что я вообще не помню, как я провела 7 сентября. Я не помню, как прошел мой день 8 сентября. Но я помню, что я сделала 9 сентября. Это был очень суматошный день. Очень много выпало пункти, которые нам было обязательно именно в этот день выполнить. В том числе я хотела сходить на выборы, но у меня никак не получалось. То встреча со знакомыми, то надо было обязательно в магазин зайти, буквально необходимые товары купить. Заканчивалась акция по ЧКП. Я это ковболь. В общем, слава Богу, у нас предусмотрели этот пункт на меня по времени. И до 8 часов работала избирательная комиссия. Мы сходили с ребенком, он не стал для меня помехой, и проголосовали. Для него это тоже, кстати, было достаточно увлекательно и интересно. Большие эти кабинки, там, высывать туда, там, листики, там, галочки рисовать. К тетям подходить. Ну, конечно, классно было. Я знаю, что сейчас, конечно, очень много источников информации. Кто-то из вас смотрит телевизор, кто-то только телевизор, кто-то обращается по альтернативам интернет, кто-то много общается, получает от своих знакомых информацию. И у каждого есть свой взгляд к тому, ходить на выборы или нет. Это, конечно, сугубо личное решение каждого. Но только, конечно, если вам есть 18 лет, и если вы гражданин Российской Федерации. Я вот хочу спросить, 9 сентября кто-то ходил на выборы из вас? Вы, да? Как вас зовут? Меня зовут Олег. Олег? Да. Можете рассказать о своем опыте? Как он был первый опыта? Да, конечно. Как вообще? Сложно вам было? Давайте попробуем. Добрый день всем. Меня зовут Олег. И я был на выборах 9 сентября. Но я хочу признаться, несмотря на то, что мне уже больше 30 лет, это были первые выборы, на которые я пошел. До этого я ни разу не ходил. Я был такой же, как большинство людей. Думал, что зачем тратить свое время, ведь это не повлияет. Кто-нибудь сходит, проголосует за меня, все равно кого-нибудь выберут. Какая разница? Я первый раз сходил вот совсем недавно. То есть в какой-то момент я осознал, что нужно начинать с себя, что если ты хочешь что-то изменить, если ты хочешь сделать что-то лучше для себя, для того места, где ты живешь, нужно начинать в первую очередь с себя. Если ты хочешь, чтобы было чисто в дворе, не мусорь в нем, начни подбирать какие-то вещи, чтобы убирать, и будет чисто. Потому что если все будут одновременно думать, что кто-то другой из них что-то сделает, то ничего не изменится. Ничего не изменится, если ты ничего не делаешь. будешь делать то же самое, все будет каждый день и так же точно. Поэтому я решил сходить на эти выборы, проголосовать, внести свою лепту уже в жизнь страны, региона, города. И проголосовал. Было страшно? Нет, было не страшно. Много потратили времени? Нет, это было удобное время, мне все понравилось, все было хорошо организовано, я спокойно приехал, спокойно нашел, мне помогли волонтеры найти участок. И сколько ушло времени? Всего лишь 15 минут, тем более это выходной день. То есть я практически ничего, не потратил там никак, не утрудил себя этим действием. Я считаю, что сделал очень полезное дело, я поучаствовал в жизни своей страны, и если все будут, все в какой-то момент решат делать так же как я, то у нас наконец будет порядок. Что-то поменяется. Что-то поменяется, да, да. Не важно за кого ты голосуешь, не важно какие у тебя взгляды, хочешь ты голосовать за коммунистов, за демократов, там еще за кого-то. Главное сделать выборы и не оставаться в стороне. Это самое важное. Спасибо, Алина. Спасибо, Алина. Спасибо за уважение, ваше поздравление. Вы знаете, вот какое впечатление у вас, да, скоро будут выборы депутаты в нашу законодательную думу Ростовска, Ростов-на-Дону. И там будут кандидаты, их будут показывать очень много по телевизору, эти плакаты вешать, раздавать, ходить, говорить, мы обязательно вам все сделаем. Да, жить плохо, сейчас очень сложная ситуация, да, причем, да, вот так вот, ну, тут с трудом будет застегиваться пугович, когда тут трескаться, да, и ты думаешь, да, действительно, тебе, наверное, очень сложно живется, и ты знаешь, что делает с трудностями, да. Ну, знаете, вот недавно познакомилась с Александром, и я была, конечно, шокирована, но я знаю, забыла бы голосовать, но в следующем голосовании я хотела бы представить вам Александра Гнёва. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Раньше я тоже не перенимал никакого участия в жизни, как бы, и у меня даже юридического образования не было. Но я занимаюсь этим вопросом, я обучаюсь и уже многое знаю. Наша система образования, наша сейчас жизнь идеальная. Идеальная еще не скоро будет, это факт, это, конечно, факт. Но вместе мы можем решить многие проблемы, если сплотиться. Вот меня волнует один вопрос. Вот у многих же есть дети. Вас не беспокоит тот вопрос, что ребенок в четвертом классе изучает тот материал вместе с родителем, и вместе с родителем при этом они не могут решить какую-то задачу. Вроде бы обычная задачка непонятна и ребенку, и родителю. Система образования дошла до такого уровня, что все хотят усложнять. Я не винил, конечно, учителей в этом, ни в коем случае. Это проблема, неправильно поставленная решение задачи. Я хочу исправить это. Хочу, чтобы дети понимали, зачем им это вообще надо. Каким они хотят себя видеть в жизни. Хорошими людьми, которые тоже могут, как и мы вместе с вами, изменить этот мир к лучшему, или все-таки остаться в стороне. Вот как вы думаете, стоит убираться, чтобы все чисто было? Чтобы ни окульков не было, ни бутылок, ни шума, ни гадежа. Все мы этого хотим, но не все это выполняли. А почему так происходит? Да потому что с работы приходят люди, которые хотят что-то обсудить свое, выпивают слишком много, выходят на улицу и говорят, вот власть виновата, вот еще кто-то виноват, и начинают хуянить. Это понятное дело, но таким образом ничего не решишь. Я хочу для начала изменить... Действительно, Александр простой человек, нет у него вот этого дара говорить, даже в том, что он не очень уверен. Он говорит о том, что он хочет действительно с вами поделиться. Вот скажите просто, чем вы занимаетесь Александр? Обучаюсь, интересуюсь... Где работаете? Какое образование у вас? Среднее специальное образование. Я вообще раньше был строителем, обучался строительному делу и занимался своей работой с удовольствием, но понимал то, что даже там есть свои минусы, потому что не каждый следил за техникой безопасности и происходили, к несчастью, случаи, связанные с риском для жизни человека. А почему вы именно решили, что именно за вас люди проголосуют? Чем вы отличаетесь от этих депутатов? Ну, во-первых, я отличаюсь тем, что я реально хочу изменить этот мир, в отличие тех, кто просто говорит об этом. Да, они, конечно, уходят тоже и подготовлю отвечу. Ответы даже не отвечают, но у меня есть цель определенная. Сделать что-то для страны, какой-то выбор дать людям самим. Не я им даю выбор, они самим. Говорят о каких-то проблем относущих, которые их волнуют. И вместе, чтобы мы эти проблемы решали. Ну, вы сейчас просто говорите, а потом туда пойдете и все. Все так говорят. Я хочу изменить. Нет, мне бы изменить не получится. С самого начала не получится, еще раз говорю. С самого начала не получится все идеально. Цветочки, поля, бац, и нет ни бутылок, ни мусора. Мы сможем потом вам позвонить, спросить? Конечно, в любое время. Если не я отвечу, то ответит мой помощник Сергей Владимирович. Номер телефона я могу записать на доске. Он может ответить вам на любой у вас волнующий вопрос. Если, допустим, я буду занят, допустим, решаем другую проблему. Потому что их немало, на самом-то деле. Вот. Все. Спасибо большое. Может быть, есть люди, кто его там поддержит? Я? Да? Я. Спасибо большое. А почему вы решили, что этот человек достоин? Мне понравился кандидат Александр по нескольким причинам. Во-первых, он готов брать ответственность на себя. Он готов изменять то, что его окружает. Во-вторых, он признается, что у него не было достаточного образования юридического или необходимого для продвижения именно в этой сфере. Но он сейчас учится. Он готов к самосовершенствованию. Он уделяет этому время. И третий пункт. Он готов к открытости. Он рассказывает про свои проблемы, про свои желания, про то, что он хочет сделать. Откровенно и честно, да? Да. Спасибо. Что я вам хочу сказать. У меня нет полной уверенности, что именно я выбираю нашу власть. Но я верю в то, что есть какая-то вероятность того, что я могу повлиять на этот ход событий, истории. И если что-то вдруг происходит, то я себя буду винить, если я не пошла на выборы и не проголосовала, сделала хоть что-то. Какой-то маленький шаг к тому, чтобы что-то изменилось, да? Не хочу быть вот этими там бабками на скамейках, которые, а-а-а, у вас плохая, да ничего не изменится. Нет. Я верю в то, что что-то может измениться. И если есть хоть какая-то вероятность того, что мой голос на что-то влияет, почему мне это не сделать? Тем более, я не заплачу за это деньги, я не потрачу полдня. Ну, это не принесет мне каких-то жестких ограничений, ну, или каких-то неудобств. Есть вероятность, что какой-то дядя, сидит в группе людей сейчас и решает, кто у нас будет править нашей страной, нашей городом. Есть такая вероятность. Но есть вероятность, что придя на голосование и сделав свой такой маленький шаг, я что-то поменяю в этой жизни. Если мне не устраивает вообще ни один кандидат, то я хотя бы могу прийти и проголосовать за нескольких, тем самым испортив бюллетень. И я уже знаю, что я исключу ситуацию, когда там Галина Ивановна из комиссии по звоночку сядет, вытащит пустой бюллетень, да, увидит, что я не пришла на выборы и не проголосует за Виталия Васильевича, нашего великого единоросса. В общем, я верю в то, что я могу что-то изменить. Да, есть такая вероятность, я думаю, что это тоже. Спасибо. Спасибо.